Продолжение следует... 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 Their подфескут на�тельный репортам и внешний запрессор предупреждено liked, когда санкет на Бомису. Борисовский под федескут на санкет комфортный репортам получил Иоанн. Кажется, в курсе Мухайловича санкет на границ. Я в американском доме. Стоит у меня все время. Мы всегда готовы, что раздражать. Это было офисным. Это было офисным. Это было офисным, и это было офисным. Это был офисный. Это городский район, Поконсал. Русские оккупации. В этом году в Курис район Шамосулма Усмас Амхедро в Махамуршеве. Nicholas ждёт опinteя и поддерживать. Он не хочет, чтобы suggestать информацию. Он не хочет, чтобы не был. Симфер был самим решением, за что мы не coupled. Мы приходили за разговор, мы и в Гатальон антибиоте с матчей. Мы были в bombsоторном. Музыка 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 Мы нашли все еще кто-то, чтобы никуда не было, не pitали искать. Мы выбрали один фейсанцев в шейнаган сахматан с ваной маэрбишул. Мы можем писать, что вот это было, мы не можем писать, но мы сможем писать. Возможно, например, zit в шейнаган сахматан в шейнаган сахматан министр Вану маэрбишул. При этом наше время делается сейчас димитация курина, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Они решили нас наказывать тем, что взяли союзники международного сообщества, чтобы нам объявить блокаду, не давать паспорта. То есть лишить нас элементарных прав, которые любой человек должен в демократической стране иметь. Сохумел Ибрагимч Кадуас ориетас хратлес Запхулши, Стамбулши, Шелхцид. Специально быть историкой с Арсулши, с арматэбули, опературой, режиссор и журналисты его. Ибрагима Олец Арсулиса Кмена Бамиятова дам, что иметь профессиональные фотографии. И когда вот речь шла на переговорах, как я знаю о том, что о выдаче хотя бы нам ООНовских паспортов, которое нам позволило бы снять очень много проблем бытовых. И так далее, и так далее. Тут очень противодействие делала Грузия, конечно. И к чему это пришло? Мы стали гражданами России. Паспорт, пожалуйста, будьте добры. Россия является не столько как бы единомышленник, или приятел, а ну гарант безопасности для населения в Южно-Ассетии и Абхазии. Конечно, когда ты находишься в изолированном пространстве, ты дружишь с кем ты можешь. И я знаю, что в Абхазии это неоднозначно альянс или дружество, содружество с Россией. Но у них просто нет другого выхода. Эти недели четыре года после моейS Продолжение следует... Продолжение следует... Схинвел из региона и Ориэта с Руацли сагуистосом с 83-мети картули сопели шея цира. Амсопле биз дидиумет эсоба омишемдек тхеебшим мизнобриватик наганет Гурепулли. Сейчас можно только, конечно, с сожалением говорить о том, что произошло в этих селах. Но если оглядываться и учитывать вот эти факторы, которые повлияли, плюс вот это военное ожесточение, боевые действия всегда вызывают в людях, конечно, не лучшие чувства, то, видимо, это было, скорее всего, неизбежностью. Константин Эдюгаев и самхретозат из депакта президента Смирчевелия Ромелец хширят монадзилов с карту лосурщих подрепшин. История наших народов, грузинского и осетинского, очень напоминает историю двух близких людей, я бы даже сказал, братьев. Ведь хорошо известно, что крепче всего любят друг друга близкие родственники и сильные всего ненавидят друг друга, тоже близкие родные. Очень глубоко осетины были интегрированы в грузинское общество. Поэтому свидетельства и массовые кровнородственные отношения. Практически нет семей Южной Осетии, у которой бы не было родственников Грузии. И в Грузии... Грузинское государство развалили Грузины. Это не сделали Южные Осетины, и, на мой взгляд, это не сделали и Абхазы. Речь идет о том, что с первых же шагов к обретению независимости новое грузинское руководство убийствами, насилием, грабежами, притеснениями в самых разных сферах просто вынудило Осетину прийти к неизбежному выводу, что в грузинском государстве жить невозможно. С вами был на мой взгляд, что это у него что-то, что он может отдохнуть. В тот же время в результате было неудобным, чтобы он издали звезда и журналистическую историю сегодняшнего года. В этот раз, я не знаю, что он такой 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 пыль, с помощью нашего материала открыты, который был его самым советов. И это не то, что мы продолжаем. что они удовлетворяют людей. Примерно весь этот romper архиэт 은крот, которая создает Акция у нас было. И границанской рынок был, можно сказать, очевидным символом, правильного, естественного развития. Продолжение следует... 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 Картоли журналиста бюсту из трес абхазатистскен мимовалик задагетели. Амитом са картоли с мостах лео бюзуметесо бас хуй ситуали дана хули абхазатит так мако пиле бауцовс. И мы продолжаем программу своими глазами. Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе и наш гость, он же не гость, а коллега по радиоэхо Москвы Тихон Зитко, который съездил в Абхазию и делится с нами сейчас своими впечатлениями. Всем все-таки очевидно, что вся эта независимость, уж не в обиду никому будет сказана, она слегка дутая, несомненно, потому что независимостью она была 15 лет назад и, опять же, повторюсь, последний год ничего не изменил, поскольку признана только Российская Федерация и Никарагуа, и вообще как будто бы субъектом международного права не является. И у людей может создаваться впечатление, что все это как будто бы временно. С другой стороны, хотя вроде бы спокойно и все аккуратно, и российские пограничники там, вот ощущение неспокойного региона, о чем я говорил, оно по-прежнему есть, оно никуда не уходит. Николай, пока вы не знаете, что у Тайбулов подхожу к субъекту, которые также будут контролировать, что все равно быть сверху в Санха-Сзаполе и к субъекту, и я уверена, что русские пограничники там, что они должны loмать за вязание. Все время завcl yellow к субъекту и субъекты за вязание. И все время вас не может разбить субъекты, и он привезнуть в субъекты. Знаете, что в Санха-Сзаполе, Bike Наргышево? Это очень, что мы хотим, как мы хотим. У нас хотим, как мы хотим, чтобы мы хотим, чтобы мы хотим. И мы хотим, чтобы мы хотим. Это был обестрателем от Омис. Это радио Тауисуплевый с Горелим журналистом Гога Абциа. . Однако когда в автокуре сделали Агустто Зоми с первой задачей, если и в Kwispирасо Плевыше здесь будет оторваться вот спешка Безула ТСС Нہ Barry Донск 7 километр Сопели Субтитры создавал DimaTorzok 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 А как же так? 200 тысяч человек, если сверять по переписям. Они не смогут жить рядом с абхазцами. Это просто не получится. Мне кажется, что в этом есть невероятное лукавство, потому что за все те годы, что этот конфликт пытались так или иначе разрешить, было предложено огромное количество вариантов. Давайте мы сделаем так. Давайте будет представительство, я не знаю, тех в этих органах власти столько процентов, тех столько и так далее, и так далее, и так далее. Говорить, что нет, невозможно, потому что они не смогут подружиться, они не смогут друг другу простить ничего. Мне кажется, это с одной стороны нечестно, что ли, с другой стороны это цинично. Сергей Багапш, на мой вопрос, будут ли возвращены беженцы, говорит нет, никаких вариантов. Я говорю, а как же имущество? Есть законы Абхазии. 15 лет с дня этого человека на месте, значит, государство и местные власти имеют право их взять на баланс, реализовывать и так далее. Это не простой вопрос, но сложный вопрос. Это касается не только грузин. Это касается русских людей, это касается греков. Как только государство признано, ситуация стабилизировалась, и вдруг все появились. Дайте нашу недвижимость. Мы спрашиваем, извините, где вы были в 15 лет? Поэтому здесь все будет только в соответствии с законом и по любому спорному вопросу, конечно, через решение суда, если мы хотим вообще в будущем строить правовое государство. Логика же железная получается. У тебя была квартира, 15 лет ты к ней не обратился, потому что мы тебя не пустили. Все, до свидания. Это никто не оценил практически. Эти бежевицы не признаются вернувшимися, верификация там не проводится и так далее. То есть тот шаг, на который пошла Абхазская страна, не был оценен по достоинству. И поэтому многие, если спросить простых людей, могут сказать, а что нам это даст, кроме вреда, нам это ничего не принесет. Потому что никто никогда нас за это каким-то образом не поощрит и так далее. Мы, к сожалению, не сделали ничего, чтобы превратить гальцев в полноценных граждан. Чтобы сделать их полноценными гражданами, которые бы обладали всеми необходимыми правами. Безусловно, правом на обучение на своем языке. Потому что это просто смешно. Вот здесь можно провести аналогию. Если Абхазам запрещают говорить на абхазском, это же не понравилось бы. И не нравилось это нам. А тут, хотя я хочу оговориться, говорить никто не запрещает. Но только касается обучения, особенно высшего образования, то здесь, конечно, есть проблемы. Обучение на грузинском языке. ДИНАМИК, АЧУ, НЕПСРОМ, АПХАЗАТИИ, ДЕСАМХРЕТОС, СУЛУПРОДА, УПРОШ ОРДЕБИЯН САКАРТОЛОС. САПЧОТА СИСТЕМИЗРХУЕВЕШЕМ ДЕК САКАРТОЛОМ САМИ ХЕЛИ СУПАЛИ ГАМУИИЦУОЛА. ПОТКАН ВЕРЦЕРТМА ВЕРШЕТЛО КОМПЛЕКТИЗМОГУАРАБИЗ ДАЦГЕПА. ПОТКАН ВЕРЦЕРХУЕВЕШЕМ ДЕК САКАРТОЛОС ДАЦЛА ШЕУЛЦГОХЕЛИ. ПОТКАН ВЕРШЕТЛО САКАРТОЛОС ДАЦЛЛА. Я понимаю, что потеря Абхазии, которая фактически, по факту, имеет место, но юридически пока нет, не совсем. Конечно, это травма психологическая для грузинского общества, но в условиях такой непримиримости позиции я не вижу возможности для какой-то федеративной модели и так далее. Граждане Абхазии, просто люди, которые здесь живут, не видят они ценности практической в том, чтобы, например, объединиться с Грузией. Но это никаким образом не привлекательно. Если вы хотите, чтобы Абхазисты были добрыми территорий, то они не смогли разобраться. Потому что они не смогли разобраться с Грузией. Но они не смогли разобраться с Грузией. Это не только Абхазии, но и не смогли разобраться с Грузией. В первом году Абхазии, Сашиши, Руси, и Ассетии. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вслух это никем не говорится, потому что иначе к чему вся борьба. Но мне кажется, что Абхазия по факту в составе Российской Федерации. Вот эта процедура, процедура 20-минутного стояния на границе, она выглядит абсолютно формальностью, ненужной. Потому что когда ты ее проходишь, ничего не меняется вообще. Русский язык там сейчас выглядит абсолютно основным. И в плюс к валюте, всему-всему-всему-всему, ощущение, что ты попал в еще один российский регион, который по какой-то нелепой случайности еще одним субъектом Федерации не является, но делает временно. Для меня, конечно, цель независимая Абхазия. Она никогда не снималась в повестке дня, и никогда я не откажусь от этого, как гражданин Абхазии. Поэтому вот в условиях непримиримости позиций трудно говорить о каком-то промежуточном решении. Возможно, общество Абхазии, Грузии, рано или поздно придут к пониманию необходимости мирного сосуществования, это самое главное. А потом уже, мне кажется, что это будет естественное определение политического статуса. Возможно, мы говорим о том, что мы все знаем, что мы субъектом Федерации не смогли бы предъявить это, что мы субъектом Федерации не смогли бы высказать их. ... ... ... ... ... ... а не так, что они у нас все будут решены. Большоество странного социального социального спорта нет, а в смысле нет? В смысле нет, что была ценная ситуация, Если вы хотите, что в последних, сегодня не имеете войти о политике, пока не сказать, что это не является агрессивным политикой, а не должно было войти, но не менее, я не знаю, что авокасия, для меня это が Russian, но и начали танкнуть в сад, выявить себя агрессивным политикой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...